Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка под компанией Тик Минусами, я Артур Идиатурин. Сегодняшний обзор мы начнем с рассмотрения данных по внешней торговой, то есть по экспорту и импорту у ключевых экономик в мире. Итак, торговые данные по Китаю, выжатшие во вторник, превзошли ожидания, что стало неожиданным событием. Экспорт снизился на 6,6% против ожиданий в минус 13,9%. Импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с прогнозом в минус 9,8%. Меньше, чем предполагалось снижение въемов внешней торговли, позволяет пересмотреть удар коронавируса по мировой торговле в менее благоприятную, в менее неблагоприятную сторону, что также поддержало краткосрочное позитивное строение вчера на рынке. Данные по экспортным и импортным ценам в США, данные по внешней торговле в Индонезии, также крупная экономика в Азии. Данные за март показали, что актуальные цифры оказались лучше прогнозов, что также принизило ожидаемый ущерб мировой торговле от коронавируса. Китай опубликует данные по валу внутреннего продукта, розничным продажам и промышленному производству 17 апреля. Слабая динамика будет сдерживать рост нефтяных котировок, которые возобновили спад, несмотря на сделок ОПЕК+, в ходе которого со стороны участники договорились о снижении добычи на 10 млн баррелей в день, начиная с мая 2020 года. Свежий отчет Международного энергетического агентства дал неутешительную оценку динамики спроса во втором квартале 2020 года. График изменения спроса на энергию в мире представлен на ваших экранах. По расчетам агентства спрос в апреле упадет на 29 млн баррелей, что почти треть мирового потребления, даже при условии, что карантина слабит во втором квартале, недопотребление в среднем за год составит 9 млн баррелей в день. При этом сделка ОПЕК подразумевает, что максимальный объем сокращения добычи составит 10 млн баррелей, продержится всего несколько месяцев, а затем начнет постепенно убывать, что, естественно, в текущей обстановке, учитывая то, как развивается ситуация с карантином, с национальным карантином в разных странах, в том числе в крупных странах-потребителях нефти, все это говорит о том, что сокращение ОПЕК смогло лишь оказать временную теоретическую поддержку рынку, который снова поддался данным по сокращению спроса на энергоносители в мире. Страны, которые находились, будем так говорить, раньше на хронологической прямой национальных карантинов, например, Италия, заявили на выходных, прошедших, о продлении карантина до мая. Индия также заявила, что она продлевает трехнедельный карантин, который она длела 24 апреля, можно видеть. И последующий динамик, несмотря на национальный карантин, а именно вот такой взрывной рост, график прироста числа заразившихся, он говорит о том, что трехнедельный карантин оказался недостаточным, и стране придется продлевать карантин, что она, собственно, и сделала вчера. На рейдом моде объявил, что карантин продлевается до 3 мая. И, естественно, новости о том, что третья в мире страна по употреблению энергоносителей продлевает карантин, естественно, заставил участников рынка пересмотреть перспективы восстановления спроса в худшую сторону. Также стоит вспомнить, я об этом уже писал, что Ухань в Китае разблокировали только через 63 дня после введения ограничительных мер, поэтому месячные ограничения в других странах, вероятно, окажутся слишком короткими, чтобы быть эффективными. Их, вероятно, также потребуется продлить. У фондовых рынков, соответственно, сейчас появляется снова повод, будем так говорить, вымогать снова кредитный механизм от ФРС, с целью которого уже, наверное, будет поддержка прямая фондового рынка через покупки долей во взаимных фондах. Что касается монетарной политики Китая, то в среду Народный банк Китая объявил, что снижает ставку по среднесрочным кредитам для финансовых институтов до рекордного минимума. И что примечательно в данном решении, то, что это далеко не тонкая настройка монетарной политики, а стремительно мощное стимулирование банковского сектора, что заставило рынки усомниться в темпах восстановления экономики, в актуальных цифрах по фитейской экономике. Правительство пытается бороться с последствиями коронавируса, прежде всего, развязывая руки банковскому сектору. И вот такая решительная мера говорит, что архитейский Народный банк не скупится в решениях в этом отношении. Снижение ставки для банков должно привести к аналогичному снижению ставки для компаний, удешевить стоимость финансирования для компаний, которые также угодили под жернова эпидемии. Новая ставка сниженная позволяет банкам брать кредиты у Центрального банка под рекордами низких 2,95%. Данный кредитный механизм он заработал в 2014 году, хорошо зарекомендовал себя. И вот последнее снижение ставки, о котором мы говорим, составило сразу целых 20 базисных пунктов, что достаточно сильное снижение, достаточно серьезное решение для банка Китая, потому что все предыдущие снижения были менее существенны, ставили 5-10 базисных пунктов. Снижая ставки, ЦВ пытается подстегнуть конкуренцию между коммерческими банками, выдачей кредитов, чтобы происходила кредитная экспансия, что по идее должно привести к дальнейшему снижению ставки бенчмарка, именно ставки по кредитам для первоклассных заемщиков. Видно, как она начала уже снижаться в конце 2020 года, и вот новое снижение, оно приведет к ускоренному снижению этой ставки. Но неизвестно, что произошло со спросом заемщиков на новые кредиты, неизвестно, поможет ли это. Но сам факт того, что банк Китая прибегнул к таким решительным мерам, говорит о том, что политика экстренных мер, которая недавно началась, несмотря на отрицание того, что происходит что-то неважное в экономике, эта политика продолжается, что также беспокоит участников рынков. До свидания всего. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!